Главная задача подобных дней открытых дверей не только сагитировать ребят идти на службу в органы внутренних дел, но и познакомить их с работой районной полиции. Конечно, не все пройдут в профильные юридические вузы по конкурсу. Кто-то отсеется по результатам ЕГЭ, кто-то на медкомиссии или на физподготовке. Однако все старшеклассники после такой доверительной беседы будут лучше понимать работу правоохранителей. Тем более, что краткую информацию о службе им дают лучшие сотрудники управления. Это не только надо нести службу, но и думать головой, в первую очередь, потому что оперативники отличаются именно другим складом, но что ума и характер. Каждый человек, который хочет пойти в оперативную службу, именно работать, именно служить в своем государстве, то немножко должен быть у него пересмотреть, должен быть свое отношение к себе, отношение к своему государству. Кроме сведений о работе полиции, ребята получили исчерпывающую информацию о поступлении в профильные вузы Министерства внутренних дел. Юридическое образование, полученное в институтах системы МВД, высоко ценится не только в органах внутренних дел, но и на гражданке. Диплом такого вуза гарантирует быстрое и качественное трудоустройство. У ребят видно заинтересованность в данном направлении. Родители также очень много интересовались по вопросу трудоустройства дальнейшего в органы внутренних дел. Очень много вопросов вы задали. Мы максимально четко рассказали все пути поступления в наш вуз, от подачи анкеты до прохождения медицинских комиссий и итогового поступления в университет. А завершился день открытых дверей посещением ставшего уже знаменитым музеем Межмуниципального управления МВД России Одинцовска и знакомством с более чем вековой историей районной полиции. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.